На прошлой неделе в Грузии прошел конкурс «Мистер Валентин», победителем которого стал молодой человек по имени Лизбар Мамедов. Здесь же отмечу, что конкурс был из разряда тех, к которым серьезно относятся очень немногие. Однако буллинг, обрушившийся на парня в сети, а лично меня, побудил в очередной раз задуматься. Наше общество толерантно или только хочет казаться таковым? Привет! Вы смотрите «Сова Блог». Меня зовут Хатуна. Сова независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. Общество зачастую жестоко к тем, кто отвечается, и неважно, по какому признаку. Если ты немного выбиваешься из контекста, внешностью, родом деятельности, национальностью или вероисповеданием, ты можешь столкнуться с травлей. Травлей в соцсетях, где в основном любят по философству скрывшиеся за липовыми аккаунтами диванные эксперты или проплаченные тролли. На Элизбара Мамедова обрушился шквал критики, грубой и некрасивой, потому что своим появлением он разворошил осиное гнездо догом. И на первый взгляд может показаться, что страна, в 2019-м предлагавшая ЮНЕСКО включить свою толерантность в список нематериальных памятников культурного наследия, утопает в ненависти. Это не так. Данные социологических опросов последних лет демонстрируют значительный рост толерантности в Грузии, причем по широкому списку критериев и вопреки случаям проявления нетерпимости. Последние исследования CRRC и Совета Европы о преступлениях, совершаемых на почве ненависти, языке вражды и дискриминации, выявили тенденцию роста осознания важности защиты прав меньшинств в Грузии. С 2018 по 2021 год жители страны стали больше ценить разнообразие. С каждым днем все больше грузин считают, что защита прав всех меньшинств важна для развития страны. За эти годы на 14% увеличилась доля населения, отметившего, что разнообразие в целом является положительным фактором. Аналогичным образом на 12 и 14% увеличилось число людей, считающих, что этническое и религиозное разнообразие – позитивное явление. Опросы общественного мнения показали, что люди стали охотнее признавать проблемы, с которыми сталкиваются различные социальные группы. В любом случае, понравиться всем невозможно. Вот, например, Элизбара Мамедова критиковали за то, что он выступил на конкурсе, где оценивали его внешность. Это чисто патриархальная догма, гласящая, что настоящему мужчине не пристало ходить по подиуму, принимать участие в фотосессиях и выступать на конкурсах красоты. Здесь же добавлю, что на традиционных струнах души любят поиграть прокремлевские информационные платформы, тролли и боты, ведущие активную дезинформационную деятельность в Грузии. Есть не одно журналистское расследование, выявившее в связи грузинских ультраправых групп с внешними силами. Впрочем, стоит признать, что в целом общество навязывает мужчине и женщине определенные ролевые модели. Так, все, что ассоциируется с силой по части первых, связанное с красотой, относится к последним. На Кавказе эти предубеждения только крепнут. Вместе с тем, в современном мире достаточно примеров того, что модельная карьера и маскулинность – не взаимоисключающие понятия. Достаточно вспомнить историю братьев Дулатовых, выходцев из Чечни, живущих в Дюссельдорфе. Они строят успешную модельную карьеру, работают на известные бренды, снимаются для обложек глянцевых журналов. При этом профессионально занимаются смешанными единоборствами и связывают свое будущее со спортом. Еще одна вещь, которой победитель конкурса не угодил некоторым пользователям соцсетей – это этническое происхождение. Большая часть гневных комментариев гласила, что в Грузии выиграть мог бы и грузин. И это при том, что молодой человек родился и вырос здесь. Он гражданин этой страны, которому Конституция гарантирует равные права. Примерно каждый пятый житель Грузии – представитель этнических и религиозных меньшинств. Но интернет-агрессоры и в этот раз поступили так, как поступают всегда. Попытались посеять раздор на национальной почве. Особенно при том, что интеграция этнических меньшинств в общественную, политическую и культурную жизнь в стране происходит очень медленно. И стоит крайне остро. Как заявляют эксперты из-за недостаточных усилий со стороны властей. Согласно исследованию Carnegie Europe и фонда Ливана Миколадзе, из-за отсутствия сколько-нибудь эффективных шагов, часть грузинского общества все еще относится к меньшинствам настороженно, говоря о потенциальной угрозе сепаратизма и нелояльности по отношению к государству. Этнические меньшинства, в свою очередь, опасаются за свою идентичность. При этом опросы демонстрируют высокий уровень их лояльности к государству. Подавляющее большинство из них своей родиной называют Грузию. Элис Бару Мамедову хочется пожелать удачи и посоветовать не расстраиваться. Люди, агрессивно рефлексирующие на интернет-просторах, хоть и представляют какую-то часть общества, тем не менее не вправе говорить о него. А интернет-травля – дело несерьезное и приходящее. Через пару дней все забудется. А что думаете вы? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и поддержать сову лайком. Меня зовут Хатуна, вы смотрели Сова Блог. До следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok